С чего начинается воспитание наших детей? Нужно воспитывать наших детей таким образом, чтобы этот ребенок, в нем росла личность. Посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи и ва саляма, сидел в одном обществе. Справа от посланника Аллаха, салли Аллаху алейхи и ва саляма, сидел такой юноша, сидел справа, слева сидели старцы, взрослые люди. Посланнику Аллаха, салли Аллаху алейхи и ва саляма принесли молоко. И посланник Аллаху алейхи и ва саляма, он же справа должен, как бы, раздавать, преподносить. И видя, что этот маленький мальчик, а здесь взрослый посланник Аллаху алейхи и ва саляма захотел сначала отдать старшим, И спросил, спросил у этого мальчика, даешь ли ты мне разрешение начать с них, а не с тобой? Мальчик говорит, нет, у посланника Аллаха, я сейчас же хочу с ваших рук получить молоко. На, говорит посланник Аллаха, посмотрите, какой пример. Нельзя кричать на детей. Детей нужно воспитывать, детей нужно любить, детей нужно почитать. Ребенок, редко бывают такие матери, матери толстосердные, это редкий случай, потому что природа женская создана Всевышним Аллахом таким образом, что она, так же как и любое живое существо, склонна любить созданных милосердий к своему ребенку. А если окажется какая-нибудь мать грубая, если она грубо кормит этого ребенка, проявляет грубость уже к грудному ребенку, этот ребенок вырастает жестоким, несправедливым, вырастает бессердечным. Поэтому ребенок, теплота, милосердие, ласка, это необходимо детям. Поэтому афар, есть такой арабский афар, мудрость, называем афар. Арабы говорят, играй со своим ребенком в 7 лет, надо находить время до 7-летнего возраста, ребенок должен быть как правитель в нашем доме. Ему минимальные запреты, то есть запрещать, конечно, все, что ему может причинить вред. Старайтесь ему не говорить «нет», разрешайте ему, дайте ему волю, дайте ему, как говорится, трон, как говорят. «Играй 7 лет со своим ребенком». Потому что современная наука, наука психологии, даже посчитала, для того, чтобы нормальная психология, у ребенка была нормальная психология, они даже посчитали, что ребенок должен получать 20 объятий в течение дня от своих родителей. 20 объятий. Посланник Аллаху Саламу Алейхи Ва Саляма был неспособлен среди очень толстосердных, суровых курайшитов, которые не приемли ласки к детям. Для них было дико, когда мужчина берет на руки своего ребенка, целует. Для них это было непозволительно. Посланник Аллаху Саламу Алейхи Ва Саляма, он был таким, он ломал их стереотипы, ломал все, что противоречит человечеству и религии Всевышнего Аллаха и его сунне. Посланник Аллаху Саламу Алейхи Ва Саляма брал на руки своих детей и целовал их. Целовал в лоб свою дочь. Эти сахара, которые приняли только-только ислам, которые только-только узнают о Мухаммаде Саляму Алейхи Ва Саляма, они спросили, я, Расуль Аллах, ты целуешь своих детей? Он говорил, что я могу поделать, если ваши сердца лишены милосердия, сказал посланник Аллаху Саляму. Он сказал, что милосердие к слабым – это из имана. Поэтому ребенок в течение 6-7 лет должен получать материнское тепло. Молодь должен расти в доброй среде. Ребенок не должен слышать, как отец кричит на свою мать, как отец бьет, поднимает руку на свою мать. Он не должен слышать крики своей матери. Он должен слышать только приятное, только доброе. Он должен получать ласку, тепло. И тогда этот человек вырастет нормальным, уравновешенным, полноценным человеком. Далее в этом афере сказано, 7 лет играйте с детьми, а 7 лет воспитывайте своих детей. После 7 лет уже начинать воспитывать. Рассказывайте ему что-то. Говорите ему, кто такой Всевышний Аллах? Почему мы любим Всевышнего Аллаха? Почему надо любить посланника Аллаха? Разве для этого нужны школы? Если вы что-то сами полюбите, разве вы не сможете своему ребенку? Кто лучше вас, это может объяснить своему ребенку? Поэтому на детском языке, на понятном им языке нужно говорить об этом. Нужно говорить, воспитывать, обучать их к тому, чтобы эти дети получали воспитание от вас, почитать старших, почитать свою мать и так далее. Поэтому есть в Священном Коране такая закономерность, которая распространяется и касается любого человека, и главу семьи касается. и человека на руководящей должности касается. То есть любого человека, который является опекуном, что ли, возглавляющим какую-то ячейку человеческую, из человеческого общества. Есть такой закон То есть закон, есть правило, которое вокруг вас собирает людей. Есть норма жизни, которая делает вас объединяющими вокруг себя людей, начиная с супруги, детей, родственников и так далее. Есть действия, поступки, которые отталкивают от вас людей. И люди с вами стараются как можно реже иметь дело, пусть они даже родственники, близкие. Реже видеть вас, даже если это ваши дети. Это что? Это то, о чем Аллаху Та'ала восхвалил посланника Аллаха, салли Аллаху алейху алейху асаляма. Аузу билляхи мин аш-шайбан ар-раджиим. Фабима рахматин мин Аллахи линта лэхум, говорит Аллах. Ведь из милости Аллаха ты стал мягким к ним, мягким ко всему окружению. Если бы ты был грубым и толстосердным, разбежались бы от тебя, говорит Аллах. Поэтому доброта, милосердие, мягкость, крутость – это из имана, это от Всевышнего Аллаха идет. Поэтому среду милосердия, доброты старайтесь этой средой окружать себя. В Аллахе есть такие отцы, есть такие матери, которые свой дом, среду в своем доме превращают в ад. И дети думают, подольше бы не было их дома, потому что когда отец и мать встречаются в доме, обязательно возникает конфликт. Отец приходит озлобленным, он орет. Или мать приходит такой, чаще отец бывает. А есть такие отцы, которыми мы должны быть все, которых с нетерпением ждет дома, ждет жена, ждет каждый член семьи. И когда он появляется дома, никто не прячется по комнатам, все собираются вокруг них. Поэтому очень важно, чтобы вы склеивали, объединяли. Не нужны нам всякие политики, нам не нужна мировая политика, нам нет, но у нас дела до обязанностей какого-то чиновника, какого-то у нас своих обязанностей очень много. Устройте хороший климат у себя дома, работайте над этим, делите, дарите любовь каждому члену своей семьи и введите в обязательную норму, чтобы это удавалось. Смотрите, чтобы всегда, чтобы хотя бы один раз в день вся семья собиралась за столом. Пусть это будет ужин, пусть это будет завтрак, пусть это будет обед, где вы обсуждаете успехи кого-нибудь, проблемы кого-нибудь из вашей семьи. В этом будет большой барак. Это сунда пророка, саллаллаху алейхи вассаляму. Поэтому, дорогие братья, наши дети, это наше продолжение. Аллах в Священном Коране говорит о том, что «Ва истину, «Валлязина аману ваттаба'атхум дурриятухум би иманин, аль хақна бихим дурриятахум», говорит Аллах. Это таким образом вы навечно останетесь со своими домочадцами, со своими любимыми детьми и внуками. Аллах в Коране о чем говорит? «Ва истину те, которые уверовали, и за которыми последовал их род, их потомство в вере, я воссоединю их в раю, говорит Аллах Та'аля. Воссоединю их вместе, говорит Аллах Та'аля. Мудрым отцом является тот отец, который является другом для своих детей, другом для своих дочерей. Очень распространена в наших семьях распространена грубость. Некогда бросает отец или мать, они просто им некогда до воспитания своих детей, как только видят какое-нибудь ослушание, все шквал, вопли, криков, угроз, этот язык не воспитывает ваших детей. Такой, этот метод не метод. Это уже вообще беспомощность ваша. Поэтому посланник Аллаха Саилу Аллаху Алейхи Ва Саляма сказал, «Аллиму вала туаннифу». «Вы обучайте, говорит, но не прибегайте к грубости». «Воистину учитель гораздо лучше, чем угрожающий, чем проявляющий грубость у детей». Посмотрите, сегодня очень многие дети начинают, когда переходят 7-8 лет, а то и раньше, когда они с чем-то сталкиваются, в первую очередь для ребенка бывает важно узнать мнение своего отца, своей матери. И очень важно, смотрите, чтобы вы бросили все, восприняли их на полном серьезе и объяснили ему это. Уделите этому внимание, время выделите для этого, если даже полчаса, час для этого потребуется. Так нельзя, потому что это так. Если будете делать так, будешь. Они видят какой-то плохой пример на улице, и у них начинаются противоречия, и они в первую очередь ищут ответ на эти вопросы у вас. Лишь только тогда, когда они не находят вас свободными, они эти ответы все равно найдут. Но правильно ли они найдут эти ответы, если вы на их вопросы не будете отвечать? Боюсь, неверные найдут они ответы, если они эти ответы будут искать на улице еще. Это не шутки. Дети – это не шутка. Недостаточно пожениться и выпустить на свет свое потомство. Как это делает любое животное. Посланник Аллаху саллиллаху алейху саллима говорит «Отдибу аулядакум аля саллиллахи хисарху» Воспитывайте своих детей в трех качествах. Прививайте своим детям три качества. Первое. А если ребенку рассказать, поделиться своей любовью к пророку, каким он был спасителем всего человечества, каким он был красивым, как он любил детишек, чтобы ваши дети начинали любить пророка саллиллаху алейху саллим. «И в любви к семейству пророка саллиллаху алейху саллима, ватиля ватил Кур'ани и чтению Кур'ана» говорит посланник Аллаху саллиллаху саллим. Вот этим вещам, эти вещи нужно прививать в наших детях. Нет ничего более милого и любимого Всевышнему Аллаху, чем юноша. Я далее не продолжил этот асар, где говорится, что арабы, мудрые арабы, применяют в воспитании своих детей. Они говорят, Ты воспитал 7 лет, дал ему знания, подсказал ему в жизни, показал пример, дальше уже следи за ним, говорит, еще 7 лет. С кем он общается, с кем он дружит, как хочет заработать, что он учит. Если эти 7 лет ты понаблюдал за своим ребенком, дальше можешь больше за ним не наблюдать, говорится, в этом асаре. Дальше уже нечего беспокоиться. То есть 7 лет играть, 7 лет воспитывать, 7 лет наблюдать. А после этого уже ваша миссия закончена. Алхамду лиллах.